Ну все, добрались мы до отеля с приключениями на самом деле. Я думала, все будет просто, мы возьмем Uber, сядем и доедем. Нет, муж решил, что так будет очень просто, неинтересно, а интереснее по-другому. Выходим, нас таксисты ловят, говорят 200. О, 200 нет, Uber мы смотрели 125, он говорит, не, Uber 125 нет. Ну ладно, 150. Не-не-не, подходит парень, говорит, я вас за 100 довезу. Муж решил, что это таксист, который согласился за 100. Оказалось вообще, это левые такие, ну черные таксисты, назовем так, в раздолбанной совершенно машине, вообще кошмар. Сели, он не говорит ни на каком языке, кроме арабского, само собой. И через переводчик, через гугл переводчик показывает, если типа полиция остановит, я ваш сын. Сын, который вообще по-английски не говорит, ни на каком языке не говорит. В общем, я в шоке. Машина раздолбанная, он всю дорогу, вот она просто разбитая вся, он едет на такой скорости и всю дорогу смотрит футболки, свитера, джинсы в телефоне. Хорошо, что машина вот Тойота хорошая, с защитой. Он когда съезжает с дороги, она делает, он такой, типа, извините, да, и выруливает. Ну, в общем, это кошмар был какой-то. Я не знаю, как мы добрались, но я говорю, ты зачем это делаешь мужу своему? Говорю, ты зачем это делаешь? Он говорит, чтобы интереснее было. Капец. Вот, это очень интересно. А еще было интересно, что в самолете, когда мы выходили из салона, все было забросано бутылками, пакетами. Вот люди как ели, да, они все под ноги бросали. Это просто какой-то кошмар. Я была в шоке, что у них так принято, значит, в самолете вещи не ложить, ну, вот, которые, остатки там еды, да, куда-то, а потом в мусор, когда проходят, да, а вот все под ноги. И вот выходишь, ты как с помойки выходишь из пустыни, вот так вот, с помойки выходишь, и все, и там стоят уже эти уборщики ждут, они сейчас будут убирать. Ну, в общем, кошмар какой-то, вот так все. Вот, да мам, Саудовская Аравия, всем привет.